Преображение Господне – праздник, который побуждает нас преобразиться, увидеть свои недостатки и постараться с Божьей помощью стать лучше. И, быть может, чем сложнее жизненные обстоятельства, тем ближе к человеку Господь. О встрече праздника в колонии номер 8 города Астрахани в сюжете наших коллег. Праздник за колючей проволокой. В храме на территории исправительного учреждения особая атмосфера. Кажется, даже свечи горят ярче, а молитвы звучат громче и горячее, потому что идет от самого сердца. Батюшка приезжает в колонию номер 8 не реже раза в месяц, поэтому своих необычных прихожан знает хорошо. Те, которые ранее совершали преступление, когда заходят в этот храм, то они, естественно, приносят сначала покаяние. И это их преобразует душу. Душа очищается, и после этого человек уже встает на спасительный путь. И вот торжественный момент освящения плодов. В народе этот день называют яблочным спасом. Яблоки – прообраз райских плодов, наполнены соком и солнечным светом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Каждый из осужденных отведал сегодня посвященному ароматному яблоку. Но главное, говорят они, праздник преображения Господня напоминает о том, что и людям необходимо меняться в лучшую сторону. Когда мы очищаем свой внутренний мир, то и вокруг становится светлее. А этот яблоко напоминает домашний очаг. Такой же сладкий. Замечательный, душистый. Попробуй. Вкусный. В этот праздник преображаются наши сердца, души. И настрой на лучшее, на будущее, на все доброе и славное. Территория доброты. Свой проект в исправительных учреждениях Астрахани реализует и православный клуб при храме Руднинской иконы Божьей Матери. Помочь оступившимся – наш долг, говорят члены общественной организации. К своим подопечным они относятся с любовью по-сестрински и всегда привозят подарки, крестики, иконки, духовную литературу и сладкие пироги. Любовь и сострадание нас привело сюда. Мы хотим оставить им частицу своего домашнего тепла, чтобы им было на душе в этот день хорошо, светло и радостно. Праздник удался, считают его участники, ведь его красота соединилась здесь с человеческой добротой и участием.